Возрождая традиции профильного обучения, тем самым помогая ребятам уже в столь юном возрасте определиться с будущей профессией, более полугода назад руководство городского отдела по чрезвычайным ситуациям выступило с предложением к представителям системы образования открыть в областном центре классы, где ребята смогут готовиться к поступлению в вузы системы МЧС. Идея была поддержана. Традиция закладывается хорошая, потому что здесь ничего такого плохого нет, что дети будут приобщаться к жизни в городе, скажем так. Потому что они будут знать, что такое МЧС, как они работают, что они умеют, что они знают и как стать, скажем так, похожим на них. И они уже с пятого класса. Пятый класс – это самый такой возраст, в который можно все вложить и ввести его до, скажем так, до выпуска. Классы профессиональной направленности позволят ребятам не только получить большой багаж знаний, но и помогут с выбором будущей профессии, которая сегодня особенно популярна и почетна. Классы профессиональной направленности, они будут обучаться не только вопросом пожарной безопасности, но и вообще вопросом безопасности жизнедеятельности. Это и безопасность на воде, это безопасность при пожарах, это безопасность при дорожно-транспортных происшествиях или соблюдении правил дорожного движения, это безопасность при эксплуатации электрооборудования. То есть это такой широкий спектр вопросов по безопасности жизнедеятельности. И я вам скажу, что забота о наших детях по вопросам безопасности – это одна из главных задач. Нашим ребятам, в первую очередь, такое сотрудничество дает возможность ориентироваться в будущей профессии, потому что полное название – это класс профессиональной направленности МЧС. Вообще 16-я школа имеет давние традиции сотрудничества с МЧС. В школе, в свое время, когда было профильное образование, в начале 2000-х годов, у нас были классы МЧС. Это был очень хороший опыт, и ребята 2006-2007-2008 годов выпусков, они поступали в эти учебные заведения МЧС. Родители, уже бывшие выпускники, у нас интересовались, будут ли у нас такие классы. Мы решили эту традицию продолжить. Учащиеся приступят к учебе уже 1 сентября. Первыми примут образовательную эстафету пятиклассники. В течение месяца будет доуточнена программа и сформирован комплект формы, который будет отличать ребят от других школьников.